такой вот момент выходит оборонительный союз вот знаете так часто поражает оценка людей по истории они там начинают судить то или иное чисто из своих предпочтений нравится мне или не нравится например mercedes мне не нравится потому что там ни слова самого mercedes не нравится пофиг что качественная машина там дорогая престижная туда-сюда вот мне не нравится он и все или наоборот запар мне нравится потому что у него там движок особый потому что он такой небольшой сбитый ну короче нельзя так судить в истории опять же в истории чисто по эффективности то есть история вообще я бы сказал настоящая история это чисто ну больше тяготеть техническим наукам должна тяготеть по идее если вы хотите добиться хоть какой-то объективности техническим наукам то есть практично не практично все никаких понятий добра зла исторической справедливости жизненного пространства всей мурни которая приводит к идеологиям крайним фашист фашизму нацизму там русизму и так далее там национализмом различным ну то что мы видим и сейчас видели раньше будем видеть и потом неважно сколько неважно когда все эти сумасшедшие диалоги ну которые создают люди не совсем здоровые типа там дугиных разных кто там стариков ну шизики вот эти вот конченая которая блин совсем потеряли голову ну соответственно там понятно они не первое не они последние я просто ну упоминать те имена которые сейчас на слуху можно бесконечное количество времени перечислять те кто германии тем же самым сходным занимался фашистской в нацистской вернее в италии фашистской ну можно изучать это все подробно но сейчас не предмет этого нашего дела просто когда вот эти диалоги преобладают над практичностью и трезвым разумом то человечество погружается в колоссальный хаос и несет сумасшедшие потери в глобальных войнах поэтому ну надо стараться придерживаться концепции исторической объективны насколько это возможно она возможно только если придерживаться практичности реализма то есть нескольких таких принципов которые в принципе исключают такое чувственное восприятие истории чувственное восприятие истории хорошо для государственной пропаганды она хорошо для праздников оно хорошо для чего для воспитания молодежи короче оно хорошо для каких-то опер представлений для создания может быть фильмов даже концертов или еще чего-то но она очень плохо для любого ученого и для любого политика в том числе когда люди запутаются в этом мы пожинаем горькие плоды кровавые сумасшедшие кровавые которые несут за собой однако и переломные моменты но и очень большие потери которых мне так кажется при определенных условиях все-таки можно избежать так что так вот получается ну и само собой нельзя не выделить американский подход геополитики безусловно как бы тут уже мы сразу от британии к америке закономерно закономерно переходим про бзержинского мы уже говорили однако он безусловно не первый они там разрабатывали опять же политику своеобразной такой изоляционизма потом real politics ну многие такие концепции которые отличаются лишь подходом то есть либо мы заботимся о том что вокруг нас происходит и влияем на политику в других государствах то есть вмешиваемся в них вплоть до военной силы либо же мы сидим спокойно на своем вот этом более-менее изолированном континенте и лишь соседями имеем отношения на остальное смотрим лишь чисто нужно нам это или нет то есть как бы политика идеологическая то есть мы носители демократии мы распространяем по всему миру либо политика чисто практическая сказать что сейчас или когда-либо штаты ну то есть после второй мировой войны до до второй мировой войны понятно там было чуть-чуть но разная концепция не исповедовали по-разному так как не окрепла еще держава но после этого они пожалуй соединяют себе все вот эти вот стороны они хотя и говорят да что может преобладать либо идеологии либо чисто практичность однако до сих пор не было такого чтобы чисто вот была одна или даже один или тот же подход к геополитике они несут как демократию идеологическую сторону и закладывают в это конечно же экономические какие-то козыри пользу для себя плюс сюда на всю эту геополитику особенно в связи с штатами с великобританией может добавляться какие-то теории заговора однако ну это все спекуляции в основном и просто неправильное понимание реальности есть элиты которые правят миром это отрицать никто не будет но этих элит слишком много то есть нет единого центра где там 33 ступени есть посвящение на 33 ступени сидится на дело и управляет всем миром нету такого это мне кажется не реалистичный подход вообще к этому всему делу а есть всего лишь элиты в разных странах в разных регионах есть элиты которые причем разные элиты политические бизнес элиты ну и так далее и тому подобное которые вот создают такие центры притяжения этих взаимоотношений между государствами ну и эти центры притяжения друг с другом конкурируют да впрочем так я безусловно может кому-то многое непонятно тут и не смотрит в принципе если некоторое выражение некоторые термины некоторые понятия не вразумительно я объясняю не распространяюсь не расширяюсь я пытаюсь как можно проще все это объяснять это уже максимальный уровень простоты я по-другому не умею уж извините может быть да больше наглядных примеров приводить или чего-то такого но не всегда так она сразу в голову приходят те наглядные примеры но те кто все это знают то для тех не интересно вообще смотреть и не смотрят так все такой вот небольшой парадокс получается хотя я и для себя в том числе и следует этот вопрос и раскладываю по полочкам более-менее те знания которые были приобретены до но давайте же обратимся к нашей геополитике насущной мы строим 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 сент айвс я так понимаю тоже аль-мансуру отойдет рамси отойдет си джону скоро а сонси я не могу понять что происходит тут принц бен бад хана бонгс о боже какое имя меликий музыкант лаудуанг окей я ж не против развивайте культуру развивайтесь я совсем не буду этому препятствовать главное чтобы аль-мансур не покусился на наши территории а то он что-то слишком много войск вокруг водит надо ему какой-то пропуск давать ну что создаем заводской комплекс а стоп на же есть свободные места почему бы его сюда не отвести до проявлениями внешними всей геополитики является что план маршала доктрина трумана там какие-то я не знаю подход черчилля ну и так далее то есть какие то вот такие вот основные основополагающие идеи которые потом руководят политикой определенных государств то есть ну вот такие вещи потом положение холодной войны очень сильно повлияло на геополитику у нас отдельно был диспут по холодной войне обсуждать как строились эти все взаимоотношения важно лишь не понять что тогда был дуализм мира были два лагеря и они друг между другом враждовали то есть две сверхдержавы которые фактически фактически противодействовали противоборствовали но против после развала безусловно наступил чуть иной мир некоторые называют это концом истории фукуяма по моему да потом это все изменилось потом появились новые полюса китай ну не знаю другие тоже полюса в принципе локальные такие региональные безусловно которые тоже стали влиять на политику то есть страны которые имеют себе возможность и способность ввиду различных факторов объединять вокруг себя какие-то союзы россия что там еще в африке да какие-то африканские союзы ну китай уже упоминал далее ну европейский союз само собой ну и еще более мелкие союзы на самом деле вот некоторым кажется что есть там европейский союз да есть брикс есть ну и фактически это все-таки большие союзы нет в африке довольно таки мощные есть сочетания латинской америки тоже они на уровне континентов стараются сотрудничать взаимодействовать принимать какие-то даже решающие для отдельных стран решения поэтому нельзя исключать их тоже из этой геополитической игры хотя они играют не такую значительную роль как например китай соединенные штаты америки ну понятно можно упоминать россии но россия ввиду последних событий она чуть-чуть списывается с этой доски почему потому что ну как она не списывается то есть ядерное оружие это решающий фактор но у индии и пакистана тоже есть ядерное оружие но тут уже больше китай начинает влиять почему потому что россия очень сильно подпадает сферу влияния китае и учитывая все последние события и то как китай к ним относится это какие он выгоды из этого извлекает ну можно уже чуть на будущее забежать и понять что китай будет рано или поздно играть основную скрипку вообще во всех этих событиях ну и будут два центра да некий западный центр это сша евросоюз ну и восточный центр которым будет доминировать китай к нему возможно отнесется россия ну хотя все это прогнозировать не так легко но тем не менее вот китай он уже выходит на первую строчку то есть если 90-х годах нельзя было этого еще сказать то теперь это уже однозначно можно сказать тут уже от исти никуда не денешься по всем факторам экономическим военным политическим он конечно же начинает преобладать над например тем же центром притяжения которых которым до недавнего времени была россия не до недавнего до какого-то времени потому что это это произошло еще и чуть раньше перемена эта вся веду политики политики некоторых недальновидных вождей так 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 нифига себе да тебе и угля не надо ничего не надо ты не обнаглела я вот наверное я еще должен тебе платить чтобы заключить мир не 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 иди-ка ты знаешь куда я блин пытаюсь тебя уже тут спасти хоть какими-то методами а ты даже мне вот такую вот бяку выдаешь но спасибо тебе большое за такие наши взаимоотношения дружная весьма но уволь я давай наверное воздержусь от этих всех вещей так мои суждения по поводу геополитики геополитическое расположение силы и дальнейшего этого сочетания они как бы чисто мои это и так понятно это мой канал ну и соответственно если вы что-то не воспринимаете просто пропускайте это мимо ушей то есть воспринимать это полезную информацию если же вам что-то не нравится то это как бы ну скажем так не мои проблемы безусловно так что друзья есть вообще диспут да на которых мы можем там что-то обсудить поспорить вне этого информация ну вот выдается так как она есть потому что ну неоднократно я сталкиваюсь хотя и провожу чистки регулярные на канале потому что ну вы должны меня понять вот как раз осуждают нас да блин грехи наши вы должны меня понять том отношении что мне не хочется тратить время на людей которые не способны к восприятию информации у которых по определенным причинам нет возможности как бы интеллектуально обозреть всю эту информацию скоординировать у себя внутри уложить ее в голове и и пользоваться ею безусловно большинство из вас молоды те кто слушает и поэтому ввиду недостатка образования безусловно вы не можете некоторые вещи понять и воспринять это не оскорбление абсолютно не оскорбление нет ничего такого оскорбительного здесь нет потому что большинство из вас намного лучше меня в те годы их ну вот сколько было мне потому что вижу людей которым 12 13 14 лет которых ну ждет очень хорошее будущее в том смысле что они имеют офигенное мышление может быть благодаря вот этой вот информационной революции в мое время ее не было к сожалению столько информации не было для меня это вообще как бы прорыв вот этот вот интернет прорыв это был неким таким новым опытом свое время соответственно я по каким-то параметрам вот если взять по возрасту по соотношению могу там на то время допустим когда мне было 14 лет безусловно от вас отставать когда вам сейчас 14 лет но у нас разница другая сейчас есть по возрасту поэтому тут тоже нужно молодежь она как бы никогда не но большинство молодежи не страдает синдромом скромности наоборот молодые люди считают что они многое знают да другие ошибаются там какие-то старпёры но со временем понимаешь и я в свое время тоже это понял насколько правы те у кого больше опыта и которых больше уже просто напросто времени прошло по возможности накопить вот эти вот все знания я не на себя намекая вообще намекаю на такие обыкновенные жизненные процессы которые переходят из поколения в поколение и мудрость это есть мудрость то есть есть интеллект есть ум есть сообразительность а есть мудрость мудрость она накапливается с годами так что дерзайте просто все ваших руках отсюда просто и как бы мое отсутствие моего желания спорить с людьми у которых еще нет достаточно знаний которые многого не понимают но они желают поспорить иногда просто в этом нет смысла все придется временем как бы так но это не отрицает того факта что молодые иногда создают очень прорывные идеи и безусловно рушат всю парадигму существования вот как раз по той причине что многие те у которых типа много знаний типа много очень информации накопилось они очень консервативны не воспринимают то что им говорят и когда отсутствует самокритика и способность проверить свою же информацию старая может ее обновить улучшить то тогда наступает заблуждение элементарная стадия заблуждения которая сильно сопряжена с консерватизмом да такое вот лирическое отступление обо всех этих объяснениях то есть вот эти вот концепции двуполярный мир однополярный мир штатовские концепции потом связанные с изоляционизмом или наоборот с влиянием с улучшением влияния потом с множественными полюсами мира и так далее они уже больше переходит наше время и соответствует концепциям нашего времени то есть силы распределяются уже может быть в какой-то мере там штаты могут перестать играть роль мирового жандарма или наоборот выйти на новый уровень игры роли мирового жандарма улучшив там сделав переход в военных силах на другой уровень то есть на уровень там беспилотных аппаратов ну то есть тоже отдельная военная концепция мы обсуждать не будем но но постоянно все меняется вот в чем факт то есть не стоит ничто на месте все меняется и поэтому все глобальные геополитические концепции они нуждаются в пересмотре везде и всегда и причем буквально почти каждый день почему так произошло ну потому что наша история то есть движение неважно движение куда вперед или по спирали или вниз или наверх но само по себе это движение мы движемся мы ощущаем толчки от этого движения мы ощущаем инерцию и безусловно это все влияет на нас по разному но по крайней мере пока что мы прогрессируем это хорошо но том спасибо всем кто этому процессу способствует прогресса не вот видите какая гадость у меня теперь приходится вот прогресс прогресса все равно приходится что-то военное строить себе нас фактически она и осталось я полностью сосредоточился на других зданиях и постройках а военное по упускал поэтому нужно нужно идти вперед и строить 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 что алюминия нет почему у нас нет алюминия не могу понять что произошло что нет алюминия обидела наш судьба само собой есть понятие развивающиеся страны развитые страны это тоже все влияет безусловно российская русская да больше не российская русская россия это страна появилась совсем недавно а вот русская была российская империя это не россия чуть-чуть это разные понятия то есть сейчас вообще честно говоря россии не узнать но не в этом дело дело в том что концепция всегда русская концепция она отличалась уходом в историю уходом от некий идеологии в некое мессианство почему потому что концепции были перенят переняты от византии очень много религиозного было в этих концепциях то есть очень много такого что не соответствует как бы сказать прикладным наукам то есть больше идеологического чем практического было и поэтому столько было катаклизмов многие знаете рассуждают насчет катаклизмов в истории российской империи в истории там московского княжества но вообще каких-то образований русских многие рассуждают что это все было из-за менталитета из-за того что все пили бухались бухали все плохие так далее но на самом деле вся проблема всегда была в идеологии почему столько было перетрубации почему столько было жертв столько страданий столько проблем почему столько было различных движений туда-сюда ну само собой с теми людьми которые там считают что русские никогда не проигрывают или еще что-то беседовать нет смысла потому что это шизики реально ну так как и можно сходу назвать около 10 конфликтах где с треском проиграли поэтому вот эти вот все опять же конфликты в которых проигрывали и выигрывали их было если сравнить с другими государствами они были слишком кровопролитными было слишком много потерь не важно от того выиграли проиграли не в том дело мы про это не спорим то есть опять же выиграли проиграли это немного детские понятия которые ни к чему не приводит с практичной точки зрения почему потому что от этого ничего не зависит выиграли вы сто лет назад что-то или проиграли в данный момент это никак не касается в этом и проблема вот этой вот российского русского подхода к геополитике что слишком много вещей которые не связаны с практичностью поэтому было всегда столько много перетрубаций столько по сути отставаний от других моделей геополитических столько отставаний в цивилизационном смысле несмотря на громаднейший потенциал то есть вы помните как этот потенциал реализовался то есть в последние дни последние годы десятилетия существования российской империи как он реализовывался насколько стало экономически расти при привлечении западных капиталов и западных умов и так далее российская империя насколько он реализовался в ссср когда прошли сталинские времена и когда пришли действительно нормальная вождик власти, и вот уже пошли, например, космическая гонка, громадное количество других очень интересных вещей в науке, во многих других дисциплинах, образование, опять же, было насколько великолепное, и насколько быстро все это фактически созидалось и разрушалось, созидалось и разрушалось, постоянно эти циклы они сопровождают, ввиду, опять же, непрактичности геополитики, потому что она основана была, опять же, на идеологии, она очень сильно была всегда подвержена вот этим вот, как бы это сказать, идеологическим всплеском, попытке идеологии преобладать над практичностью, и, соответственно, иногда населению зачастую травили ту тюльку, которая не соответствовала реальности, и когда открывалось, что это все лабуда, как обычно это происходит, вот и происходил проблем, ого, ого, да ты злая, девочка, а я хочу, хочу захватить, ну почему я не могу захватить город, ну нет, собака, он захватит Аль-Мансур город, блин, а что я могу создать, чтобы захватить город сейчас, мгновенно буквально, нет ничего такого, что могло бы добежать, блин, ну это несправедливо, реально несправедливо очень сильно, хакапелиты может быть, а нет, они все равно не дойдут, там три ячейки, очень несправедливо, и получается Аль-Мансур это все захватывает, ну как несправедливо, это вообще-то справедливо, потому что я хотел подхитриться и выловить город, но наверное так даже нельзя сделать.